Работают горячие линии, работают чат-боты, интернет-ресурсы проекта. Главный проект — это обращение к российскому солдату, оказывающемуся на территории Украины, «Сдавайся и сохрани себе жизнь». Украина — демократическое европейское государство, соблюдающее международные законодательства и Женевские конвенции. Это означает, что мы сохраняем жизнь военнопленным. Они защищены международным правом. К ним имеют доступ представители Красного Креста, у них есть регулярное питание, возможность связи с родственниками, и главное, они сохраняют свои жизни. Они становятся пушечным мясом в войне рашистов и Путина против Украины. О каком количестве звонков мы говорим здесь? О десятках, о сотнях, о тысячах? Сколько людей обращаются к вам? Мы, безусловно, все информации не раскрываем, потому что много информации очень интересна, например, для российских спецслужб, для их генерального штаба. Мы можем говорить о количестве звонков в день, и это количество контактов измеряется сотнями за сутки. Андрей, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что сейчас проходит работа, переговоры, не знаю, как правильно здесь сказать, исправьте меня, если я не прав, по обмену пленными с Российской Федерацией. В частности, идет речь об обмене всех на всех. Что известно с этой стороны и как украинские предложения по обмену воспринимает Кремль? Мы сейчас с вами общаемся, именно в этот день, буквально час-два назад, состоялся последний обмен, в рамках которого возвращены шесть украинских граждан, четверо защитников, морпехов и двое гражданских, мужчина и женщина. И это показывает, что процесс результативный, процесс возвращения наших военнопленных продолжается постоянно. И это не значит, что заканчивается один обмен и далее начинается новый. Нет, параллельно ведутся несколько, условно назовем треков по возвращению наших защитников.